изя ты шо охерел у себя будешь мусорить а ну быстро убрал и ну то шо ты кипишуешь поубираешь веником там каким-то чешо и каким-то пылесосом у тебя жара что грязно посмотри пилюка везде он мусор лежит но веник это уже прошлый век а вот хороший строительный пылесос ты знаешь это мысль пойду я в китае одно устройство как раз для него и видел пойду закажу для строительного пылесоса нам будет нужен сам пылесос циклон с китая уплотнительные кольца подойдут любые колено на 90 градусов с муфтой и двумя резиновыми переходниками болты с гайками и шайбами труба 50 миллиметров и конечно же бочка либо ведро я решил купить бочку на 60 литров подходящего ведра я на рынке не нашел в сборке ничего сложного нет все элементарно от трубы понадобился всего небольшой кусочек который выступит в роли переходника и в дальнейшем его кстати удобно снимать если будет такая необходимость сделал я на скорую руку простую платформу для бочки с пылесосом чтобы удобно использовать пылесос было снизу прикрепил обычный хомут для удерживания шланга пылесос пылесос ну и протестируем как будет работать сия конструкция пылесос нужно брать самый мощный какой вы себе сможете позволить у меня примерно на 1200 ватт и местами его не хватает не все конечно работает и очень даже неплохо не хватает мощности для всасывания щебня а для обычных нужд вполне нормально вся идея такого циклона в том что в бочку попадает крупный мусор и соответственно резервуар для мусора намного больше и работать можно в разы дольше некоторые говорят что в пылесос вообще мусор не попадает но это мы сейчас и посмотрим да в бочке реально весь крупный мусор и даже какую-то трубку засосало но в сам бачок пылесоса также попадают мелкие частицы мусора мелкий мусор но все равно циклон работает самоделка годная и в мастерских точно пригодится на глаз в бочку попадает примерно 95 процентов мусора но если мусор будет только крупный то в пылесос ничего не попадет берите себе на заметочку а также пишите комментарии как вам сие чудо и что вы думаете про него за лайк на ролик и подписку на канал моё вам отдельное почтение дальше будет еще много интересного кстати колено и шланга я убрал как вы видите сами а то там было сужение трубки и застревали камни а это неподобство спасибо вам за просмотр надеюсь ролик для вас был информативным и полезным пока пока в субтитрах